Научно-познавательный центр «Адметрика» был разработан в научном и содержательном плане проектной команды «Татнефти» совместно с мировым лидером по производству научных экспонатов компании «Хьютингер» Германия, а также совместно с их российским представителем группы компаний «Экспонит». Основная концептуальная идея научно-познавательного центра «Адметрика» — это создание интерактивных композиций, которая будет посвящена полностью метрологии и международной системе единиц. Тематическое зонирование будет построено вокруг семи основных единиц измерения и восьмой кластер «Джоуэль». Энергия будет своего рода кульминацией. Пространственно находится на пересечении метра, секунды и килограмма, а с точки зрения физики будет представлять собой отображение знаменитой формулы Альберта Эйнштейна. Преимущества нашего музея. Первое — это его уникальность. Дорогие друзья, постоянных экспозиций научно-технических музеев в предлагаемом формате и с предлагаемым концептуальным подходом ни в России, ни в мире, нигде нет. И город Альберта станет наряду с такими крупными городами, которые развивают научно-технические музеи, как «Эксплоратория» в Сан-Франциско, как Амстердам со своим музеем Немо, как «Технорама» в Швейцарии. Второе преимущество — это тематическая гибкость. Предлагаемый нейтрологический подход допускает и даже приветствует использование интерактивных экспонатов, одновременно принадлежащих по тематике к абсолютно разным предметам областям. Третье — занимательность и познавательность. Посетители Альберта смогут получить ответы на самые интересные и забавные вопросы. Это будет действительно очень познавательно. Вопросы будут как научного плана, так и, конечно же, такие как «Как измерить массу тела на МКС» и так далее. И четвертое — это важность и актуальность системы СИМИР. Народная система единицы измерений, которая будет отмечать 60 лет в 2020 году, не только позволила внести удобство и порядок в проведении научных исследований, экспериментов и технологических разработок, но и способствовала сближению наций и стран в плане использования единого для всех набора сопоставимых единиц измерений. В рамках проекта «Альметрика» мы также планируем открытие двух лабораторных площадок, на базе которых мы хотим организовать научную деятельность школы города Альметьевска и всего юго-востока Татарстана. Речь идет о лаборатории по биологии и химии, а также научной мастерской для детей и взрослых с возможностью разработки и конструирования собственных изделий, даже возможностью серийного запуска успешных проектов. Цены будут вполне доступны, более доступны, чем в крупных городах страны и зарубежных. Вот так же, как нам приехала экспозиция с Технодомом, мы будем отправить свою экспозицию, нам обязательно что-то будет прислать другое. Потом в подваре там будет парк 3D-принтером, и ребята, которые будут заниматься третьем этаже компьютерным программированием, промышленным дизайном, они будут иметь возможность не только учиться, но и готовить уже что-то. А в подвале? Весь подвал должен быть в большой мастерской, которая, или это, первый забежал, секретарь сказал, нет или нет? Нет. Уже нет. На третьем этаже рисуют, в подвале делают, на втором этаже выставляют в экспонат. В том числе, там должна быть мастерская, в которой дети будут учиться и делать сами подобные экспонаты. Наверное, я ремонтирую, лучше. Покопка будет сходить. Покопка будет сходить. Покопка будет сходить. Там подземная покопка, да. На сколько машина? 287. На 287 машина. И для тех, кто хранит и приезжает, мы будут бесплатны. Другие, я думаю, тоже должны быть бесплатны. Во всяком случае, я могу сразу сказать, мы не планировали замечательно, машины компании-то не.